Новый район, молодые соседи, светлое будущее. Кажется, что строительные работы в районе улицы Ускова бесконечны. Бесконечные, как родительская очередь в единственную ближайшую школу. Невесело шутит местный житель Сергей. Получилась такая ситуация. 1 февраля мы пришли устраивать ребенка в первый класс. Тут была очередь, я не знаю, наверное, от крыльца, как раньше, в застойные времена. Вот так вот получилось. И все, людям сказали, есть 5 классов, которые набираются по 30 человек в класс, это 150 детей. Остальные дети пойдут непонятно куда. Своего сына в лицее Сергей так и не устроил, как и многие из пришедших родителей. Людей направили в другие ближайшие школы. После 1 июля в них будут принимать детей из соседних микрорайонов. Но где гарантия, что тогда останется место и там? Ближайшая к микрорайону школа находится через дорогу, точнее через улицу Попова с очень оживленным автомобильным движением. Тут уж дважды подумаешь, прежде чем отпускать ребенка на учебу одного. А что поделаешь, разводит руками директор 121-го лицея. Трудно представить себе, что еще каких-то 3 года назад здесь учились всего 800 ребятишек. С тех пор вокруг выросли десятки многоэтажек и ребячье население в школе удвоилось. Если раньше лицей мог себе позволить набирать 8 первых классов, то в этом году только 5. Из-за наплыва желающих их сформировали за несколько часов. Мы делаем все возможное для того, чтобы принять как можно больше детей. И вот последние 3 года мы все возможные шаги принимали. Но вот в настоящий момент уже наши ресурсы исчерпаны. По заверениям чиновников, место под новую школу в районе предусмотрено. Вот только с ее строительством вышла заминка. Социальные обязательства застройщики новых микрорайонов, как правило, не несут. Этот груз падает на хрупкие плечи городского бюджета. Хорошо, если свое плечо подставит край. Как правило, это достаточно серьезное финансовое вложение. Сегодня мы прорабатываем вопрос и включили строительство данной школы в данном микрорайоне в краевую программу. Я думаю, что в ближайшие несколько лет школа там появится в любом случае. По крайней мере, в 2016 году начнется работа над ее типовым проектом. Ну а пока жителям остается с горечью вспоминать про разрекламированный all-inclusive комплексного строительства. Михаил Ширин, Николай Шилко. Наши новости.